За мир одинства и незалежность в Лельчицком районе сегодня прошел автопробег под названием «Дорогами спаленных вёсок» в рамках республиканской акции «Беларусь – это мы». Маршрут пролягал прошатыры-агрогородки, которые потерпели в годы Великой Отчинной войны. Стартовала колонна с центральной площади Лельчицца. С пошаткой она наличивала 75 автомобилей, однако по ходу руху их колькость повеличилась вдвоя. Дорогами спаленных вёсок проехал и наш корреспондент Дмитрий Котов. Нагалонный площадь райцентра шматлюдна. Такую великую колькость людей можно назирать довольно редко. Приблизно у 10 годин усеют дельники автопробегу на своих местах. Это представники самых разных сфер – наставники, социальные работники, медики, предпринимальники, депутаты и супрацовники райвы Конкама. Церемония открытия пробегу, якая займае некольких велины, колонна пошла рухаться по запланованным маршруте. На переде 4 населенные пункты у кожным заплановано проведение митингов и складание кветок допомников. Маршрут автопробега – Милочевич, Глушкович, Прибалович и Тонеж. Гэты населенные пункты обраны не выпадкова. Жыхары района называют их сестрами-хатыни. Под час Великой Ачинной войны в 4-х вёсках было спалено 740 мирных жыхаров. У колонии 75 автомобилев. Гэта символично, уличшуючи, что сёлита Украине отзначали 75-го дня Великой Перамоги. Однако на протягу маршруту колькость у дельников пополнялася, и у вынеку лишь бы повеличилась у двоя. Автопробег дорогами спаленных вёсок – гэты им к ней не захавать память об трагичном илёсе вёсок района и их же хоров у сердцах сучасного поколения. Мало видать историю с подружника, её треба прочуть, пропустить про себе, кажут у дельники митингу. Правда, за всё да одна, и её треба заховывать. Конечная точка нашего маршрута – деревня Тонеж. У меня папа родом из Тонежа, поэтому я не понаслышке знаю, что там было. Что там во время Великой Отечественной войны фашисты расстреляли людей в церкви и сожгли. Поэтому, а многие подрастающее поколение, школьники, они не знают то, что было. Поэтому мы своим примером, вот такими мероприятиями должны показывать нашему подрастающему поколению, что было в годы Великой Отечественной войны и та стабильность, мир, который сейчас. За одиннство и стабильность. У дельники автопробегу так само выказывают свою громадянскую позицию на контоопошних падеев политичным житий громадства. Атмосфера подчас мероприемства по-соправномуся бруска. Многие приехали на вод целыми семьями. Все одиноголосно свержают, необходимо заховать мир и спокой Украине. Привнажать ее поспехи и достигнений, тое, что бы удавалось годами. Узнав о таком мероприятии, что будет проходить в нашем районе автопробег, я сразу приняла для себя решение, что буду участвовать. И не пожалела ни секундочку. Несмотря на то, что сегодня пасмурный день, настроение прекрасное. Я встретила много знакомых своих, этому очень рада. Мы хотим выразить свою гражданскую позицию, активную гражданскую позицию. За нашу страну, за действующую власть, за нашего президента. Мы в данном мероприятии, я и моя семья выражаем свою гражданскую позицию в целях сохранения устойчивого развития государства, благополучия, безопасности. И, конечно, недопущение того, что было у нас 75 лет назад, как бы геноциды белорусского народа. То есть за спокойствие, за сохранение, за мирное небо и за процветание нашей любимой страны. Подобные думки притремливается и ведомый предприниматель, гоноровый гражданин Лельшинского района Валентин Бутковский. Подчас наше гутерки ее ностальгую об Советском Союзе. Кажа одной, что уже не стало краины. Нельзя допустить такого лесу для сучастной Беларуси. Сегодня в нашем государстве, наверное, в Беларуси больше, чем либо в другой стране остались эти все коммунистические идеалы. Возьмите сегодня даже то, что у нас есть. Принцип коммунизма по жилью выполнен. Сегодня у каждого есть в целом Беларуси по квартире. Возьмите сколько машин, сколько всего. Да, но сегодня стали жить немножко чуть хуже. Но кто в этом виноват? Я думаю, что в этом виноваты мы сами. И самое главное сегодня – не разрушить то, что есть сегодня. Ураевы конками означают. С идеей организовать автопробег выступили мясовые джихары. Людям было важно отдать данину память яхвярам фашизму и одночасово выказать свои думки на конту лесу Краины. Идею улады подтримали. Сегодня мы в инициативе наших граждан решили провести такое мероприятие. Но, как я уже сказал, что нет будущего без прошлого. И мы сегодня, опять же, собрались в том числе, чтобы выразить активную гражданскую позицию, твердую позицию Лельчуков, потому что мы видим и не можем оставаться безразличными, что творятся сегодня отдельные деструктивные силы. Они открыто призывают сегодня разрушить экономику, разрушить нашу страну. Конечно же, мы не позволим это сделать. И мы сегодня, опять же, собрались, чтобы поддержать действующую главу государства, поддержать эту твердую нашу позицию. И мы всегда будем не отступим от нее. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Лельшицкий район.